Все оперативники Подмосковья сегодня утром были брошены на поиски человека, который этой ночью убил двоих милиционеров в одной из пригородных электричек. Уже установлено, что перестрелка возникла после того, как милиционеры попросили предъявить документы, а в ответ преступники или преступники достали оружие и открыли огонь на поражение. Олег Пособин о первых результатах расследования. Милиционеры погибли в этой электричке у подмосковного города Чехова. Пригородный поезд Москва-Серпухов прибыл на станцию около двух часов ночи. Что случилось в вагоне за несколько минут до этого, пока тайна следствия. Ясно только то, что стреляли как из обреза, так и из пистолета Макарова. При этом обойма табельного оружия одного из милиционеров оказалась почти полностью разряженной. Преступник стрелял из гладкосвольного оружия, предположительно из обреза. У следствия есть свидетель, по описанию которого составлен фоторобот предполагаемого преступника. Милиционеры погибли на месте. Бандиты, судя по всему, ушли невредимыми. Пока остается загадкой, сколько было злоумышленников. Известно, что один из них мужчина высокого роста и на вид ему 40 лет. Оперативники опрашивают пассажиров, покупавших билеты на станциях. Изучают записи видеокамер. На железнодорожном транспорте усилены милицейские наряды. Все патрули в поездах обязаны носить бронежилеты. Несмотря на сопровождение поезда, они приняли, я так думаю, исчерпывающие меры. Но, наверное, преступник оказался сильней. У погибших милиционеров остались дети. У Вячеслава Дружина, дочь 4-х лет, сыну Кирилла Вафина, нет еще и трех. Их семьям будет оказана помощь. Работники ЛУВД готовятся к панихиде. Оба сотрудника здесь считались настоящими профессионалами. Сейчас в правоохранительных органах проходит особый инструктаж. Его темы действия в аналогичных ситуациях, а также сохранение табельного оружия. Известно, что бандиты смогли завладеть пистолетами погибших милиционеров. Олег Пособин, Дмитрий Афонин, 5 канал Москва.